Здарова всем с вами Максон и это четвертый эпизод ОВЕ бренда на Юниверсе. Вот. Ой, а кто это? Это у нас ОВЕшный Тэг Тим Чемпион. Артём... Артём Львов. Вот. Ну, я, в принципе, карт вам уже говорил в конце Ро, но я его, в принципе, и не запомнил, поэтому и говорил в конце Ро. Ну, сейчас тут посмотрим, кто у нас будет... Ой, нифига. Исчезает титул. Ладно, будем пропускать выходы, в принципе. Хотя с титулом, наверное, он как-то по-другому выходит, можно было досмотреть. Ну, ладно. Я сейчас, сори, что пропустил. Вот, кстати, не помню арену, я эту оставлял или нет, потому что, помните, да, предыдущая была там тёмная такая. Ну, да, вроде бы на этой арене ещё не играли ОВЕ, хотя должны были с самого первого начала. Вторым выходит у нас Басой Парниш, которого зовут... Так, подождите, а вроде надписи не было, да? Ну, вроде будет. Не знаю, не помню. Короче, это я так знаю, кто. Это у нас Роман Алексеев. Басой. Да, вот, собственно, табличка. Ну, я табличек буду смотреть с именем. Ну, в принципе, вроде как не у всех она есть, но у кого есть, для тех будем смотреть. А если ни у кого нету, значит, ну, я ждать не буду до конца. Ну, там, посмотрим по обстоятельствам, ладно. И третий участник первого боя на ОВЕ бренде. Трипл фред у нас будет. Тип, по-моему, обычный. Ну, в общем, трипл фред. И последним выходит... Максинат. Натрия. Или что-нибудь. Не знаю. Максинат. Я не знаю, кто это. Ну, какой-то Максим, наверное, да? Логично. Ну-ка. Табличка где-то вот здесь должна была вылезти так. Феи должны были. Принесили вот здесь. Блин, нет, короче. Ну, сейчас посмотрим, когда буду выбирать тем, кем не играть. Сегодня у нас, кстати, примечательный выпуск. Наконец-то появился Илья в нём. Ну, ладно, до него мы ещё дойдём. Сейчас буду... Э, какого... Блядь. Короче, я случайно нажал не на ту кнопку и не выбрал, кем играть. Они, короче, будут сами гаситься. А я буду думать, кто это. Так, это точно не... А, это Максим Воронцов, по-моему, у нас. Ну, если нет, то сори. Ну, потом, может быть, посмотрим. Смотрите, чё мутит. Командный приём. На! Ни хрена себе. Ну, это потому, что Артём-то командный чемпион. Ну, Роман у нас в капюшоне, который не командный чемпион. Но, однако, можем сделать из этого вывод. Опять! На! Ни хера себе чё мутит. Но это, наверное, всё-таки руководствуются Артёмом. Они, потому что он тактимовский чемп, да? Значит, он такой, блин, блин, где мой партнёр? Что за фигня? Ну, пофантазируем и представим, что он в отпуске. А я напомню, что его тактимовским партнёром... Их команда называется Power Guys. Ну, я как-то так нелепо назвал. Может быть, партнёром его тактимовским является Герыч. Я не знаю, почему вообще у нас в командах нихера нету боёв на ООЕ-бренде. Но они должны быть. У нас 4 тима целых. Это уже очень хорошо. Но вот почему-то этих команд нет нифига. Все в одиночке выступают. Я не понимаю, почему. Я вроде как титул-то добавил в ход, так скажем. Да, его не было у нас в первом, во втором эпизоде вроде. Но вот в третьем и четвёртом я добавил... Ну, перед третьим как раз-таки титулы в ход. То есть, они у нас должны быть как бы на бренде. Но что-то нифига такого нету. И вообще там... Как-то странно всё в этом бренде у нас происходит. Кстати, Triple Threat, значит... Возможно, бой будет долгим. По крайней мере, кто-то кому-то будет мешать. Или кому-то нужно сильно по щам-то нахерачить. Потому что третий человек явно будет лишним. Третий лишний, как говорится. И одному тащи нужно будет поразбивать. И вообще его куда-нибудь выбросить. Расхреначить им, может быть, Security Wall. И биться один на один. Ну, или там... Поиграть в крысу. Выбросить одного и запенить другого. Ну, как-то так. Ну, вот. Посмотрим, кто выиграет. Я что-то немного реально тупанул. Сколько не играл? Ну, около недели, да, примерно. Ну, что-то в последнее время так всё получается. И уже забыл, что надо нажимать там старт или крестик. Ну, вот нажал старт, поэкспериментировал. И получилось, что я совсем не туда нажал. И надо было по-другому. Кстати, вот как вам арена, а? Её создал Макс Юсеф. Спасибо ему, скажем. Реально, ведь эта арена явно лучше очень. Камбэк, по-моему. Явно лучше, чем та, что была у нас налеплена. Тёмная такая. Я помню, сам как-то создавал ещё в 13-е ДДБ арену первую свою АВЕшную. И она тоже у нас была тёмная. Но, как бы, не с такими надписями, которые там были. Я вообще надпися, по-моему, не лепил. У нас был паучок такой, помните, гигантский на зелёном фоне. И такое тёмное всё. Вот. Ну, а здесь вот такая классная арена. Классная надпись. Ничего не налеплено. В общем, всё идеально. Как мне кажется. Хорошая аренка. Ещё он создавал арену у Рослмании. Но, я думаю, до этого мы ещё дойдём. Я её поставлю, наверное, на ППВ. А, нет, стойте. Мы подождём следующего ППВ от ОВЕ. И увидим эту самую арену. Вроде как на первом ещё не было у нас её. Но на следующем уже будет всё интересненько. Классная арена, вроде как. Или не Макс Юсиф. Я, короче, уже запутался. Кто, какие арены создавал. Может быть, её создал Александр Девяткин. Может быть, Макс Юсиф. Ну, в общем, кто-то из них, вроде как. А может, ещё какой-нибудь третий человек. Ну, в общем, я совсем уже забыл всё. Ну, ладно. У нас тут опять Тексимовский приёмчик. И опять хреначит Романа Алексеева. И опять руководствуется всем Артём. Но я не думаю, что ему Макс даст сделать пин. Вот такие дела. Кстати, там может быть фейк у нас. Макс какой-то там был. Макс Сина. Это у нас... А, нет, стоп. Макс Сина это нормально. Это Максим Воронцов. Какой-то другой был фейк типа Максим. Я его, по-моему, переименовал. Как надо. Я, кстати... А, слушайте, а я запутал. Я вот что, да. У нас был Макс Сина. Он потом перезалил своего перса. А я его скачал и думал, что это вообще другой перс. То есть у нас, оказывается, как-то раз было в карде два одинаковых персонажа. Правда, ну, один типа изменённый. Я этого не замечал. Я думал, это два разных человека мне залили. Ну, я недавно, когда составлял... Ну, как, перед тем ещё ОВЕ брендом, когда составлял список весь... О, нихера себе Хуриконрана и Пин. Раз. Успеет Ленорман. Два. Нет. Ну, вырывается у нас Артём. В общем, когда составлял список, я спалил, что что-то херня какая-то и что-то два одинаковых человека от одного и того же перса. И, в общем, сейчас всё идеально. У нас 27 пиплов. Как я уже говорил вместе, ну, если считать меня и Сашке. 27 пиплов. Кстати, говоря о Сашке, ну, не все, конечно, знают даже, кто это на канале, кто подписан. Ну, для тех, кто знает, те, наверное, и знают, что здесь произошло. Ну, в общем, ничего такого плохого, конечно, но, в общем, он в армии теперь. Поэтому целый год его не будет. Но, в принципе, он редко снимал чего. Да и, так скажем, связанного с рестлингом, особенно с рестлингом. Но всё равно. Мало ли. Даже суть не в съёмке, я думаю. Весело было с ним играть. Может быть, кому-то во что-то. Может, ещё чего. Ну, не знаю. Но в последнее время всё равно у него с компом что-то не то было. Потом вот вернётся через годик. Надеюсь, что время прилетит быстро. Ну, хотя, учитывая, как время реально летит быстро. Вот, лично для меня, буквально вот был десятый класс, только начинал снимать. А вот уже третий курс инста грядёт. У меня, кстати, сесечные, я вам скажу, да. С пятого числа у меня уже пятого июня первый экзамен. Поэтому, ребятки, вот в первые числа, которые начнутся в июне, наверняка видосиков вряд ли. Вряд ли они будут. Тут, конечно, я и так, жопа ленивая, редко стал снимать, наверное. Ну, не из-за лени, скорее всего. Но она тоже присутствует иногда. Когда уже, типа, вечерок, я такой, блин, ну я уже не хочу снимать. Вот. Поэтому, ну, первым делом, если чё-то не будет, то сори. Но, однако, я чего-нибудь постараюсь намутить. Так, у нас тут как-то что-то произошло. И пин, раз, два, вырывается Максим. И, ну, вот был шанс для Артёма, чтобы выиграть этот бой. Я не видел, чё произошло. Я затупил. Вот я себе на телек вывел просто HDMI кабелем всё происходящее на мониторе. И вот туда смотрю, там как-то побольше всё и покруче выглядит. Поэтому я отвлёгся, пока башкой вертел. Ну, ладно. О, а чё это такое? Чё-то мутит, смотрите. А, не, нифига. Ну, вот. Кое-что я, может быть, сниму. Я помню, да, вам в прошлом... Ого, это чё-то финишер. Среверсировал или не среверсировал? Я не понял, блядь. Что это было? Ну, короче, классный какой-то приём, видимо. И Артём сразу пины. Хочет победить. Он, видимо, сильнее всех, я так понимаю. И получать детей, ни хера себе, он вошёл там в ринг. Так вот, я так и не могу добазарить свою мыслю. Помните, да, я в предыдущем эпизоде, то есть на RAW, вам говорил, что кое-чего я приобрету. В принципе, были ответы даже правильные и в группе, по-моему. В группе насчёт... Насчёт Ютуба я не уверен, по-моему, там не писали этого варианта. Но вот в ВК, в комментах, под видосиком, был тот вариант, что я собираюсь купить. Вот. А насчёт сюрприза, то, что я говорил, он, конечно, не очень хорошо получился. Я всё залил на первый канал. Ну, я вам говорил, что неудачные видосы будут заливать на первый канал. В смысле, не на ОРТ, который... Вот. Первый свой канал, который не основной, где в основном что-то не связано с рестлингом. А если там есть рестлинг, то это не очень удачные бои или что-то вроде этого. Там были комментарии с вебки. Поэтому, ну, я, типа, решил залить на тот канал. Но я не особо получился... Получилось то, что я задумывал. Я задумывал, что... Там в Сашке принесёт свои микрофоны. У меня есть свой даже два. И не с вебки. И как бы... Вот тут у нас сейчас классненько всё было. Станнер вроде как, да? Раз. Ну, всё. И каждый будет говорить в свой микрофон. И будет у каждого своя дорожечка. И всё идеально. Будет со звуком. Но, однако, не получилось. Если кто вообще не понял, то... У меня просто в гостях были Сашке и Антон. Ну, кто не знает, кто такой Антон. Тот не знает, кто такой Антон. Короче, мы тусили и гамали. Так реально интереснее. Как бы можно и в онлайне поиграть. А что это за приём такой, нифига себе. Но в онлайне это не то. Аркиё проводит у нас Роман Алексеев. И сразу же пинит Артём. Интересно как бы. Получается так... Будто Артём так... Чувствует себя королём, так скажем. Да, на ринг. King of the ring. Типа. И всё делают для него. Пины в команде с ним работают. Но всё-таки третий лишний. Пин от Максима. Разбивает этот пин Артём. По-моему, комп играет лучше, чем я бы кем-нибудь управлял. Мне можно вообще так не играть. Ну ладно. Пусть это только первый бой. Это была моя ошибка, что... Что бой так пошёл. И... Так получилось, короче. Ладно. Не знаю, сколько будет длиться этот бой. Обычно комп любит долго поиграть. Когда вот он один играет. Когда я кем-то играю. Так уже бы сейчас третий играли, наверное. Ну, не знаю. Кстати, у нас там есть бой двух чемпионов. Основного и неосновного. Если правильно я понимаю, то это матчи между Вану Валдиным и Ильёй как раз. Такие мне написали очень хороший совет. Сыграть этот бой в мейн-эвенте. Я, в принципе, не против. Потому что в мейн-эвенте там что-то обычное стоит. А тут как бы два чемпиона. Это же что-то как бы более-менее. Но он стоит вроде третий, если я правильно помню. Я поставлю его... Ну, как поставлю? Я просто сыграю его последним. Вот. Кстати, это означает, что... Последние-то у нас райвали, да? Бои. Там кто-то один на один просто. Ну, и этот тоже один на один. Но все равно. А четвертый бой у нас Макси и Сашки. Если я правильно опять-таки помню. Что-то терки у нас начались. Кто-то там писал насчет фантазии. Как раз таки. Типа... Вот Сашки... Что-то... Я не помню точно. Сори, если я не... Если перековеркаю ваши слова. Так, у нас удержание. Роман Алексеев. Раз, два... Три... Почти. Почти было три. И Аркео. Ни хера. Откуда у него Аркео появилось? Вот, кстати, еще один плюс. Что я даже не вижу, у кого есть финиш, у кого его нету. И тут как бы немножечко так неожиданно. Кто чего сейчас проведет. Я вообще Аркеошечку не ожидал. Так вот. Кто-то написал... Ой, еще и Станнер. На нахер. Нифига себе у нас тут терочки. Первый бой вообще классный. Я могу вообще, походу, не играть. Реально. Комп сам покажет отличное Месилова. Мне не дают сюда говорить. Спин у нас от Артема. И задница на него прыгает. Что это было нахер? Что-то странное изобразил Максим. Так, обнимашки. И... Реверсирует Артем. Ну а шелдерблок такой. Ты что, типа, выкобениваешься удержание от Романа Алексеева. Раз. Два. Ага. Почти, почти. Почти Артем сплошал. И почти сдался. Вот. Коман, теперь его хреначат. Правильно? Типа, что вы его слушаете? Навешайте ему по щам. Кто же теперь у нас будет делать удержание? Что-то задумал Макс. Он, походу, хочет прыгнуть. А вот у Романа другие правила. Он потащил пинить Артема. Но! Нифига. Сентон бомб. Это что, это финишер? Роли просто. А вот, смотрите, что он творит. Сейчас, походу, он его просто выкинет и сделает... Ой-ой-ой, это ОМГ-момент. Капюшон нам сейчас кто-то войдет в ринг. Херак. На! Босой парень улетел. На него еще наступил. Макс. О, это, походу, сигнатура какая-нибудь. Килл-свич проводит Рубинчик у нас Максим Воронцов. Если я правильно все-таки называю. Ну, вроде как правильно. Максина, да, все дела. Видим, что он даже подобное что-то проводит. А, и это странный прием. Увидели? У него голова сквозь тело Артема просочилась. Нифига себе. Такой-то у нас еще стол прикольненький. ОБЕ, ОЗЕРСКОЙ СНЕК, ТРОТЕЙМЕНТ, все дела. Так, я все не могу добазарить мысль насчет фантазии, чьей-то. Кто-то там написал что-то подобное. Сори, опять, если я неправильно возобновлю у себя в памяти те слова. Так, замешивай, ну, ладно. Кто-то написал, типа, Сашке забирают в армию, и он решил выиграть у Максона перед уходом. Но зачем ему это надо, я так и не понял. Ну, может быть, что-то, в общем, такое с армией и что-то местью или победой надо мной. И вот что-то такое кто-то предложил. Ну, не знаю, можно фантазировать разные штучки-дрючки. Так, что это? Ого, гробовая плита. На, человек в капюшоне опять получает по щаму. У него уже, кстати, голова-то разбита. Что-то у нас... На, еще и стандарь. Нифига, какие жесткие-то приемы тут у нас сегодня. Это только первый бой. Бедный. О, Кагун так вообще очукался. На, получается сразу по сапатке и реверсирует. Вот Armdrug проводит, Elbow Drop, по-моему, сам локтем ухерачился. Об соперника. И реверс от Артема Russian Legs Sweep. Ну, что-то они вниз слезли. Видимо, на ринге задолбались драться. Ну, судя по тому, что они не лезут за предметами особо, значит, дисквалификация будет. А я бы полез и все, и мяч длился бы 2 секунды удержания. Раз, два, три. И что? Не успел Макс сбить Артему Пин. Ну, в общем, кто у нас с самого начала хотел больше всех победить, тот, собственно, и победил. Артем Львов побеждает в первом открывающем бое ОВЕ Бренда в Юниверсе. Ну, а мы с вами пропускаем повторы. Смотрим, может быть, какие будут заставки. В чем я очень сомневаюсь. То есть, просто празднование победы Артема. Прям какой-то, не знаю, боксер. The Superstar, как оригинально. И, в общем, мы двигаемся к следующему бою. Эть-теть-теть. Я уже здесь не смогу, наверное, отменить, да, но я немного ошибся. Я думал, этот бой у нас будет третьим. А он, оказывается, у нас второй. Ну, ладно, тогда сыграем как есть, по порядку. Здесь уже просто не отменить. Сейчас сразу пойдут выходы. Ну, в принципе, какая разница. Вы можете просто перемотать там на следующий бой. А потом вернуться и посмотреть этот как мейнвэн. Ладно, шучу, это, конечно же, бред. Как есть, так есть. В общем, второй бой сразу такой чемпионский. Вот, наконец-таки, Илья. Я, кстати, поставил всем рандомные оттирки. Если у вас они есть реферские, ну, я не виноват. Будете, как рефери, драться. Ну, в общем, у нас второстепенным титулом владеет Илья Коффман. Вот он, собственно, на ваших экранчиках. Он сказал ОВ, или мне показалось? Интерконтинентальный чемпион ОВ, или Юша. Ну что, пропускаем. Там у него на спине написано Максон и Илюха, или что-то вроде того. Ну, это оттирку он делал для того, чтобы быть со мной в тиме. Но, однако, он у нас в тиме не со мной, а с Никитой Колобовым. Там Эмпайр что-то... Хэл... Блин, я забыл. Короче, как-то назвали... Назвали... Эээ, случайно... Что? Он выходит голый! Блядь! Вану Вал... Ой, боже! Что ты с собой сделал? Эээ, подождите, зачем ему микрофон? Боже! Почему ты в трусах? Кто тебя обокрал? Эээ, это у него оттирка, видимо, такая. Но я поставил всем рандомные. Боже! Что у нас происходит на ринге? Второй чемпион вышел голый. Чтобы отвлечь внимание Ильи, что ли? А микрофон куда он делал? Выбросил? Ну ладно. Насчет титулов мне писали, что давай меняю уже. Главное, сначала всем нравилось, а сейчас такие... Фу, говно, давай меняй. Но я пока не буду менять после ППВшечки. Эээ, экстрембрулз, все буду менять. Но я надеюсь, что он хотя бы драться будет. Эээ, в штанах там, или... Ну, хотя бы в штанах, там, я не знаю. Сейчас посмотрим. Илья против Вану Валдина. Два чемпиона. Во, нормально приоделся. Видимо, принесли ему шмотки. Это такой нестандартный выход. Так, все, я нажимаю join. И вот, кем же мы будем шпилить в этом бое. Кем я поиграю? Проиграю, ребят, сори. Просто это я играю. Ладно, не обращайте внимания. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел Максик погулять. О, будем играть Ильей. Если я просру, ну, типа, так бывает. Первый бой Ильи. Видите, сразу мочить начинает. Другого чемпиона. Ох ты, съептыш. Сейчас просто, по-моему, раскидаем салатик. А, кстати, у Вану такое, это... Прикид, типа, в пижамке. Ну, ладно, не в пижамке. Ну, хорошо, реально, что оделся. Вынесли ему. Ну, и хорошо, что Илья не дерется все-таки в том, в чем я ему оставил. Ну, а, нифига какой техничный. Каратист, каратист. Потому что, если бы он дрался в плаще Максона и Илья, или что там у него написано, ну, что-то такое, то было бы немного неправильно, потому что в команде он совсем не со мной. А я таком сам по себе. А я какой-то жесткий, Вану. Ну, ничего, сейчас мы тебя утихомирим. Last Man Standing, кстати, бой, если кто не заметил. То есть, последний валяющийся, так скажем. Или последний стоячий, как мы с вами говорили. Чтобы было забавно и привычно. Последний стоячий. То есть, у кого... Нет, в смысле, кто последний на ногах, тот чемпион в наших горах. Я не знаю. Ну, а, нифига, у Ли какие приемы, немного нестандартные. Потому что такие редко, где увидишь. Вот на реверсе, например, вот такая вот штука. Ки-я-а, потом он так, типа, изображает. Так, если у нас Last Man Standing, я так понимаю, можно херачить предметами. О, нифига, брейк. Йоу, йоу, мадфака. Ага, все, наденсились. Так. Так. Отлично, пойду-ка я вниз. Чик. О-о-о. Как это? А, ну все правильно. No, 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 no disqualification. Это из-за no disqualification. Ой, нифига. О, как же это тупая. Меня бесит этот тип боя. Нет. Да ты... Что, блин? Капец, смотрите. Я попал. Вы видели? Я до этого попал. Говно. Вот здесь не очень-то мне хочется валяться. Потому что... О, ща будет... Ща будет то, что я люблю. А чё... Что он споткнулся? Рэф мне подсечку сделал. Вы видели? Эс-хол. Эй. Мне очень хочется валяться. Потому что вот это вот не очень сделали Last Man Standing. Мне кажется, он раньше был интереснее. Ой, я попал с первого раза. Интереснее в том, что у вас не тормозит. Ну, в смысле, вот если вы промазали, да, мимо вот этой вот фиговины, в которую надо попасть. То сразу же можете юзать следующую попытку. И, в общем, так до бесконечности и очень быстро. Пока Рэф там... На, на, на. Пока Рэф там насчитывает потихонечку, да. А сейчас сделали, что Рэф считает быстро. И у вас перед непопаданием такая небольшая задержка. Мне это не очень нравится. Так что я такое задумал Илья. Боулин. Бум. Если кто не шарит чей-то прием, то это приемчик MVP. Вроде как, да, если я правильно понял. Сам, наверное, не шарит. Да не, это точно MVP-шный. Боулин. Он типа так забрасывал мяч в корзину. Так. Сейчас попробуем раскреначить стол. Вану Валдиным. На! Е-е-е-е. Фак, е-е. И повтор нам показывают. Отлично, отлично. Все идеально просто. Я там начал таунтить. Покажите, покажите. Е-е-е. Чекер аут нау. Отлично. Полез Вану сразу за кендолстик. Хочет мне нафигарить. Но я сейчас лестницу возьму. Она-то подлиннее и быстрее до тебя доберется, чем твой кендолстик до меня. Ага. Подраться хочешь? На! Чего ты замахиваешься? О, Рэф начинает вести отчет. А у меня есть сигнатура. Да ну поднимайся. Что это за детский... Детский лепец. Сигнатура тебя. А что это за катания такие? И, ага. Видимо, Илья любит кататься с ребятами. Ну ладно, шучу. Не воспринимай только серьезные мои слова. А то ты... Ну ладно. У меня есть финишер. Я могу... Блин, я что... Я случайно нажал прыжок. А я, оказывается, не нажимал прыжок. Эй, что за фигня? Ты хочешь ловить финишер? Да получай. Отлично. Сплэш такой. Нифига себе. Закрутили, закружили. Нованомы. Хуй ложили. Ладно, шучу. Сори, что ругаюсь. Это, собственно, разница, когда я записываю, когда кто-то дома в отпуске. Или когда я, как раньше записывал, когда дома никого не было. Не что угодно, но я вот, в общем-то... Сейчас я не старался, сейчас само получилось, на самом деле, если честно. Я вообще забыл, что я как-то пытался недавно восстановить себя. Но... Ой, не получилось ударить стулом. Давай, давай, давай. Замахнись. Оп. А я уже здесь. Он воткнул стул, чтобы я воткнул его в него. О, это как, знаете, песня... Чё-то там... Да, 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 да. Да, 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 да. Помните такую? А, нет, наверное. Ладно. Чё-то там... Ты обернулась... Посмотреть не обернулся ли я, что посмотреть не обернулся... Ай, короче... Ну, вы поняли меня, кто там профессионал в русских песнях. О, мы опять... Мне кажется, или это немножечко неправильно, то, что сейчас происходит. Как бы Ивано должен валяться. Что это, блядь, было? Это было ненормально. Вы понимаете? Вы чувствуете, что это было ненормально? Ивано должен был валяться, а я в это время делать ему опять боулин. А он такой, типа, встал... О, у меня камбэк, нахер. В эту полоску попадает. Сейчас проведем... Эй. Почему-то вместо камбэка сразу сигнатур. По-моему, я два раза нажал треугольник. Может быть, можно так делать? Блядь, теперь вставать. Ё, видите, как он быстро считает? Реф, полегче. Блядь. Нахер, я буду... Ё, смотрите, как он быстро. Ты тупой? Это не честно. Меня бесит этот тип боя. Я помню еще, народ бесился, когда мы играли турнир, турнировый ешный. Когда я, типа, считал быстро, там, или что-то вроде того. Говорили, когда лаги вообще нереально попасть. Вот даже, когда вы играете в оффлайне, да, с компом, это тоже вообще муторный бой. Теперь я вас реально понимаю, хотя я понимал еще тогда. Но вот сейчас я ностальгически вас понимаю, да. То есть, мне когда жаловались, что, блин, осминсценник боя. Ну, почему он мне? Можно другой? Я такой, нет, я был бэтбоем. И не давал никому других боев. Ну, я заранее извинился в начале боя, что просру, если просру, но я нереально не хотел. Ну, это, блин, капец. Реф так быстро считает, что я не успел попасть в полоску. И просто беда. Даже расширитель полоски, так скажем, не помог. И у меня был финишер, сигнатура. Вообще, камбэк должен был быть. Я не знаю, почему он превратился быстро в сигнатуру. Ладно, второй бой вот такой, с победой Ивана Валдина. Ну, в принципе, если опять-таки фантазировать, Вану у нас является главным чемпионом. А Илья второстепенным. Ну, собственно, это сути не меняет, но... Немножечко, если подключить мозг, то... Ну, раз главный, значит, круче. Ну, окей. Ну, тут, скажем, повезло. Повезло, я думаю, надеюсь, по крайней мере, что, может быть, какой-нибудь реванш за Бацием и будет неплохо. Кстати, а Вану Валдин-то у нас в команде с Никитой Буниным. А вот Илья в команде с Никитой и с другим Сколобовым. А может быть, их команды в следующий раз сойдутся между собой. А было бы неплохо, слушайте. Я бы вполне помочился и своеобразный бы фьюд был между тимами. Прикиньте, который этот фьюд бы перетек потом во фьюд двух чемпионов. Вот это было бы охеренно. Если бы, прикиньте, на ППВ назначают бой между Ильей и Вану за чемпионство. То есть, кто побеждает, тот становится двойным чемпионом. Это было бы просто нереально шикарно. Но я не знаю, возможно ли... Возможен ли такой исход боя в универсе? Точнее, исход, так скажем, историй. Ну, что-то вроде этого. Ну, я бы хотел вот что-то такое. Ну, по крайней мере, моя фантазия интересности вот такую предложит. Не знаю, как ваша. Ладно, выходит у нас... Точнее, уже вышел. Потому что я пропускаю... Максим Юсеф, фанат Рока. Я вот запомнил по его причесону, что это Макс Юсеф. Сразу понятно. И его... Кстати, Максим Юсеф у нас... И раз я заговорил про турнир... Победитель последнего, третьего турнира. Ну, ладно. И последним... Точнее, почему последним? Вторым соперником... Блин, неправильно. Соперником... Макса Юсева. Вторым выходит у нас... Я не знаю, кто. По-моему, это Ренат. Или не Ренат. Сейчас посмотрим. Ну-ка, табличку нам вот здесь. Это кидок. Да, это, по-моему, Ренат. Который Маштаков. Ну, раз он мне ничего не написал насчет прошлого, когда я называл его фамилию, значит, все шикарно. Да, значит, Маштаков. Отлично. Пропускаем. Макс вышел в оттирки не своей, которую вы видели раньше. Ну, я всем поставил рандомно. Еще раз повторюсь. Рандомно оттирки. И также там реслером, который не ОВЕшный, тоже поставил оттирки. Другие. Ну, в смысле, я имею в виду ВВЕшные уже, которые. Так, а кем будем мы играть? Да, кстати, это Ренат. Вот. Ну, блин, нет, я отпустил случайно. Хотел показать вам, что это Ренат, чтобы убедить вас точно. Раз, два, три, четыре, пять. Отпускаю я опять. Будем играть Максимусом. Ну, сори, если я просру. Я, конечно, не хочу просирать. Поехали. Ну, и, кстати, раз уж опять-таки заговорил про турнир, меня многие опять спрашивают, когда-когда. Еще раз повторюсь, что турнир... Кто не шарит, что это турнир по Даб Даби, Тукея 14... Нет, стоп. Я уже запутался, какой по счету. Ну, это, вроде как, будет четвертый турнир, да? Да, четвертый. Сам себе ответил на вопрос. Под Даби, Тукея 14, он будет в августе. Когда конкретно, я не скажу. А, может быть, мы начнем где-то в конце июня, июля. Так что следите. Ну, скорее всего, в августе, а в конце июля я открою, так скажем, регистрацию. Надеюсь, у вас будет много, но не так много, чтобы мне было муторно. И заранее скажу, кстати, вот, кто смотрит, может быть, мои видосики, и сам имеет PS3 и ждет турнира там. Ну, как бы... Просто если человек сам может поиграть в рестлинг, он вряд ли меня смотрит. Но, однако, это не ко всем относится. Ну, просто большая часть таких людей, наверное, сами кто-то благодаря мне, ну, в плане того, что я вдохновил, так скажем, на покупку PlayStation ради рестлинга. Вот, Сашке, по крайней мере, таковым является. Вот. Ну, суть не в этом. В общем, короче, кто смотрит, то заранее скажу, что если вы будете записываться на турнир, то вы, значит, уже расписываете свое время на этот турнир. Я ни за кем не буду бегать, за вами, наверное, ваши соперники тоже. Если в день, назначенный заранее, игровой день, вас где-то не будет, там, ВКонтакте или на связи, там, в PLA Station Network, то это проблемы будут ваши, и вам просто будет ставиться дисквалификация, потому что вы не предупредили, например, заранее ничего не написали никому, а потом такие, заходите через 3 дня, да? О, я даже реверсировать не нажимал, он сам промазал. Заходите через пару дней, там, такие, а у вас дисквалификация? И вы такие, э, ты чё, охуел? И мне такие, типа, говорите, а я такой, типа, ну, ваши проблемы, до свидания. И всё. Не, ну, просто есть такие реально люди, которые сами виноваты, а предъявляют мне, там, или ещё кому-то. Ну, в общем, это, в основном, связано не с турниром, конечно, это было связано частенько с... Эй, как он среверсировал? Бум! С какими-нибудь банами. Когда в группе 4 админа кто-то банит, но только не я, а пишут мне с претензиями. Ну, такие люди далёкие, не с нашей планеты вообще, неадекватные, невоспитанные, короче говоря, дауны. Ну, я надеюсь, что они особо не обидятся. Ну, короче, лан, фиг с ними. Дело их, мне кажется, я забанил, забыл. Кто-то забанил, я забыл. Даже и не знал, что забанили. Просто, в основном, я не смотрю, кого банят. Ну, суть, суть не в банах. Будем, давайте, о весёлом. Вот у нас бой идёт, правда, мне навешивают, и это не очень весело, и удержание отстанет. Бой вроде как обычный, поэтому ничего такого сверхъестественного здесь ожидать, наверное, и не стоит. Но можно и в обычном замесе показать что-то классное, но особенно это касается боёв, где больше двух человек, ну и один на один тоже вполне можно. Хотя, когда куча-куча мала на ринге, больше возможностей явно, чем один на один. Один на один, ничего тут. Вот смотрите, вот когда идёт бой один на один, что я могу показать интересного? Давайте порассуждаем. Я могу сломать Security Wall, ну, четыре штуки, да? Ну, это, конечно, может быть, через сюр, но всё же могу сломать. Я могу сломать комментариевский стол, я могу запустить чувака в Steel Steps, что в одну, что во вторую. Всё. Привет. Так, я провожу сигнатуру, но её реверсирует... Тихо. Её реверсирует Ренат. Завали. Э, почему он меня не развернул? Нет! Ааа, факт, слишком быстро Ревис. Блин, ты меня отвлекаешь. Вот сядь на диван, смотри Рессинг. У меня появился финишер, но тогда ко мне провели свой финишер. Я вырвался, нихера я попал в какую полосочку тоненькую. Сейчас я проведу свой финишер, постараюсь, дробкик реверсирует Ренат. Так, что-то задумал опять. Ой, это самишин, походу. Оползти я не могу, я не отмогу. Лас-менсценник, кстати, бой, значит, меня... Нет, это уже не лас-менсценник, это уже обычный. Я что-то, видите, как затупил. Дышь. С ботинка в рожу. А ну, вставай, я тебе сигнатур приготовил на... Ой, финишер даже, финишер, надеюсь, он его не сревесировал. Проводим по горлу, как тренер сборной России, по хоккею. Держим за яйца и на! Втыкаем Рената. Ох, у нас еще камбэк. Ой, шикарненько. Он такой... Макс Юсев такой говорит, ох, боже мой, у меня есть камбэк, конечно, но... А стоп, это он у меня или не у меня? Видите, у меня уже финишер. А как так-то? Я вроде как только нажал камбэк, а у меня уже сразу финишер, а до этого была сигнатура появилась. Не понимаю, как-то происходит. Что-то странное. Так, опять пайлдрайвер очередной. Ну, думаю, после двух, то уже все. Ренату Хана удержанится. Раз, два. Сириесли? Нифига. Так, ну что, еще порассуждаем, да, что я еще могу проводить? Ха, налетел-то как прикольно. Что я могу провести в обычном бое... Ну, там, помимо финишеров и обычных приемов на ринге, суплексов, струмбакл, могу приготовить рагу. Не, ладно, это так, просто рифм в башку влезло. Только что, что-то... А, онгашки моменты, то есть, за канатами, когда чувак стоит, внизу, возле трумбаклы. Ну, в общем-то, все. Ну, в общем, такие возможности, но если много будет постоянно боев обычных, то, наверное, эти возможности вам поднадоедят. Однако, я не в каждом бою ломаю security wall, делаю мг-моменты, ломаю комментарии, сталы, согласитесь, да, ну, значит, финишеров хватает, по крайней мере, если я доволен боем, значит, я доволен боем. Я, наверное, если не доволен, я об этом явно скажу, что бой не очень, особенно если я проигрываю, но у меня главное не победа, все-таки. Если бы, наверное, захотел, я бы проводил дохилища приемов на бегу, кушал свое приготовленное рагу, ха-ха-ха-ха, ладно, ладно, это опять-таки бред, который, да ты тихо там, слышишь, я не знаю, слышно вам или нет, да, блин, ты серьезно, блин, сидит и смотрит, куда-то, не знаю, и орет что-то, ай, дропкик, ну ты меня отвлекаешь, блин, отстань, если, конечно, понимаю, что это, наверное, тупо слышится и слушается, когда я, когда вы не слышите, что там орет КТ, я сам с собой и тут сижу, разговариваю, вы думаете, что я с какими-нибудь барабашками базарю, но нет, так, разберем стол, почему бы и нет, тогда, по идее, в следующем, бою, в четвертом, у нас, комментарий сказал, где мой финишер, что с говно, разобрать стол, это стоит финишера, мне кажется, это неправильно, сигнатура, что за фигня, вот я так вот заработаю, финишер, пожалуй, эй, эй, да как, о май гаш, вот именно, как он очнулся-то быстро, блин, я случайно пропустил повтор, я просто хотел быстро встать, не, вы видели, у меня был финишер, я его не провел, я просто разобрал комментарийский стол, он у меня пропал, я же вроде таунт не проводил, все, больше нет вариантов, странности какие-то происходят, мной еще и стол сломали, он как-то быстро оклемался, Ренат, и быстрее меня нажал на удар, и сломал, я вообще хотел финишер, но по ходу альтернативного, но это надо внизу было, наверное, да, когда, ОМГ там типа написано, вот типа это финишер, так, фух, 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 думал, если бы я на второй раз, не попал, то это все, это было бы, ГГВП, такс, опять реверсирует Ренат, хорошо, что я не провел ему финишер, потому что он бы у меня его, скоммунизил, ассигнатурку не дам, я тебе провести, потому что тебе проведу я финишер, опять проводим по горлу, и пайл драйвер, не знаю, какой второй стоит финишер у, ах да, у меня же профессионалы сидят в, комментариях, мне советуют вот сюда заходить, чтобы посмотреть, кто чего проводит, Максимус у нас проводит, World Eater, кто его знает, что это такое, ну это вот, ладно, это видимо, этот самый, пайл драйвер, да, а вот, Close Line 5, это наверное, на бегу, хотя стойте, смотрите, просто треугольник, и тут просто треугольник, если бы писалось вот так, ну а как, ну это значит, на лежащего что ли, А решиви прибаунд, а, ну надо, да, когда чувак на вас бежит, вот, ну, у меня, я говорю, у меня профессионалы сидят, в подписчиках, в комментариях, мне советуют вот сюда частенько заходить, ой, а вы прикиньте, я делал пин, а подумал, что делают мне, и нажал L1, и отменил, а вот сейчас есть у Рената финишера, и я могу, я, я, блин, я не хочу так, я проведу нокбрейкер, и сделаю пин, раз, два, три, а, почему не три, фак, я думал три, поэтому я уже немножечко расстроился, а как он так быстро дотянулся до меня, о, Jesus, надеюсь у него финишер не отсюда, не, 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 что-то он мусит, это просто будет суплекс, но такой, знаете, болезненный суплекс, походу, это стоило мне ошибки, ну, нихера, блять, сори, сори, Максон, так получилось, аааа, почему я нажал на R1, ну, может быть, я и не нажал R1, я просто, как-то посмотрел так на нее, а потом сразу вырвался у нас, Ренат, я не контролировал, не контролировал свои действия, возможно, я не нажимал, может быть, я и нажал, я не чувствовал, мой мозг не, не почувствовал нерв, идущий по моей руке, и я не понял, нажал это я или, или не я, возможно, Ренат сам вырвался, блин, ну, ладно, просрал я опять, короче, первый бой только выиграл, потому что никем не играл, и на очереди у нас, я так понимаю, четвертый бой, здесь никаких заставок не будет, потому что это у нас, я только сейчас обратил внимание, что у него татушки, вроде как, как у симпанка, не? Ладно, тыкси, пропускаем, четвертый бой, между Макси и Сашки, вот он уже, Райл Варри, вот он будет, с какой-нибудь, подлянской заставочкой, вот мне все-таки интересно, как распределяются заставки, в Юниверсе, если все-таки, ну, я уже заводил эту тему, если все-таки, какие-то толчки, к тому, что кто-то должен победить, то есть, могу ли я, играя кем-то, проиграть, точнее, выиграть, вдруг, приготовлена какая-то заставка, чтобы изменить Юниверс, и нужно для этой заставки так, чтобы проиграл какой-то персонаж, а я именно играю этим персонажем, может ли быть такое, но если нет, то наверняка исход обычный, который логичный, зависящий от исхода боя, без разницы, кем бы я ни играл, то есть, играю я одним, если я выиграю, то будет одна заставка, если я проиграю, ну, будет другая, исход у нас в Юниверсе пойдет, таки, тем или иным путем, ну, не знаю, ладно, с очки выходит, как-то, блин, мне непривычно видеть его без титула, а почему слушать его в этой футболке, наверное, потому что рандомные все стоят, ладно, что же мы смотрим долго так, пропускаем, ну, и выходит у нас, вторым, естественно, Макси, Макси-ш-Макси, почему на правой стороне есть, Титатрон, а на лево нет, с этим самым забавным выходом, под эту дурацкую глупую музыку, Russian Maximus, Dancing, Dancing, Dancing in the World, ты-ты-ты-ты-ты, а где же табличка с Макси, с именем, что за фигня, я говорил, что будем смотреть табличечку, а что-то ее нифига нету, эй, what the hell, where's this table, фиг с ней, ладно, не будем смотреть до конца, все и так видели мой выход, я не понял, почему нет надписи, может она была, я Slowpoke опять смотрел в телек, кем же буду я играть, на сегодня, вот, с собой, окей, поехали, дропкик сразу, вписали мы Сашке, лол, я понял, в чем моя оплошность, смотрите, вы не заметили, что он уже в другой футболке, я имею ввиду Сашке, я понял свою, mistake, it's my fault, так, что за бой-то у нас, обычный, да, суперплекс провели мы Сашке, но увидим, что ему этого мало, только, 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 только этого мало, возьмем предмет, послушаем, нет, нельзя, эй, рэв, почему он его перебросил, я его хотел сбить, привет, но, рэв, give me my chair, эй, почему он выбросил стул, блин, я хотел, к своему Сашке, ну, я же, типа, фей, хил, ну, собственно, и Сашке тоже хил, тем мне и непонятен этот бой, хотя я как-то недавно задумывался, почему мы с Сашке, недавно, когда после того, ОВЕшного бренда, почему мы во фьюде, и какая-то логическая мысль у меня была, правда, я ее уже забыл, ну, и фиг с ней, ну, попробуем ему навалять по щам, я не знаю, может быть, после пейперью что-то изменится, ждем реально ппв, но, правда, ближе, что, багануло как-то, да, или у меня логануло, что-то произошло непонятно, короче, ладно, ближайшее ппв у нас от Дабдаби бренда, то есть Рос Макдаун, а вот ОВЕшное еще через 2 недели игрового юниверса, вот, ну, ладно, до ппв нам еще доиграть вот этот четвертый бой, пятый, затем Смакдаун, и уже будет Экстрим Рулс, на Экстрим Рулс 7 боев будет, кстати, я вас тоже спрашивал, про количество боев на ОВЕ бренде, да, то есть я говорил увеличить или так оставить, ну, в общем, проголосовали за то, чтобы так в основном оставить, ну, как проголосовали, практически никто не писал, а если кто и писал, то, на хайкик, то так и оставили, точнее, ну, писали про 6, ого, ого, я себе, но, ой, в смысле, 5 боев, потому что у нас, в любом случае, на самом ППВ, на ППВ, блин, как же я заговариваю сегодня, что-то капец, как француз, на самом ППВ у нас будет 7 боев, ну, по идее, поэтому там будет больше народу, ну, я не знаю, вы помните, ОВЕ, там вроде как 7 было у нас матчей, и командные были, хотя нет, не было, вот, поэтому, на ППВ больше народу поучаствуют, все, в основном, когда видят карты, блин, меня нет, что за фигня, но, вон Илья вообще первый раз у нас на сегодняшнем бренде появился, а вы там по 2 раза были, многие я видел по одному, ну, хотя бы, и вот Илья вот первый раз, хотя он вообще владелец титула, ну, правда, он проиграл, но это уже другая история, что ты РФ там считаешь, я вот сейчас позакидываю сюда стульчики, смотрите, Сашкин меня сейчас отберет, ну, отбери, э, он меня ударил стулом, ха-ха, РФ, тихо, нужно среверсировать, хорош панчить меня, Санек, полегче, так, мы ему сейчас будем руку обрабатывать, потому что, он что-то совсем, ага, за что, за что реверсируешь-то, на, клоузлайн, смотрите, РФ не идет за стулом, да я понял, понял, а куда он этот-то выбросил, я не могу его найти, я не вижу, так, я засуну сейчас одну такую, тяжелую штуку, э, РФ, а Сашкин куда-то пошел, можно РФ я тебе по щам впишу, немного, почему я не мог ускориться, что за отстой, блин, сейчас РФ, ааа, он уносит, он уносит, он уносит, блин, не успел я, я хотел, чтобы пока РФ уносил, я его, немного, опа, обманули мы Сашки, ха-ха-ха, какой жесткий Максон, а, опа, я уже на ринге, да блин, РФ, дурак, но, сама дроп проводит нам Санек, а я реверсирую, а в это время, бум, такой апперкот, РФ, вырублен, блин, и уже нет, да че ты, блин, на, на, видели, брейк станцевал я вам, на, минус два, берем, берем, да что ж ты быстро так просыпаешься, wake up, какой РФ у нас, будливый, шубутной парень, ничего не скажешь, понес опять наши стил степс, на, вырубили мы его, суплекс, пожалуйста, нет, нарвался сам, но нет, немного не попал Сашке, если бы он чисто Russian Lex V провел мне, ты что творишь, провел мне на, стил степс был бы жестко, я бы сам себе, получается, наварил бед, у нас есть камбэк, что у меня, что у Сашке, однако, провожу свой первый я, куда он залез, это что вообще такое, я не понимаю, что происходит с этой чертовой игрой, видели, я стоял, ждал Сашке, типа, поднять, как бы, как на Хуриконрану, а он вообще залез наверх, и типа, нормально ему там жилось, попробуем еще раз, дубль два, так, нажимаем, опа, ц, вот, так, хорошо, ну, хоть сейчас все нормально происходит, а не как в трассе, получается, что у меня есть сигнатор мув, я даже сам не помню, какая у меня сигнатура, сори, я посмотрю сюда, Special Moves, Макси, охренеть, как вы здесь догадаешься, Paycheck и My House, а, тут тогда понятно, если, ну, wake up, значит, если я нажимаю вот так, и треугольничек, а у меня уже финишер, что-то я не понимаю, почему они так быстро, ну, в смысле, сигнатуры на финишеры переползают, раз, два, вырывается санек, непонятно, что за фигня, почему так быстро все происходит, но, отлично, засадили, так, реверс, сашкия, реверс от меня, армдрак, и, бум, минел был дропик, можно я рев тебе ударю, я же добрый, я мягко, так, реверс, ну, нифига себе, вот это просто отличнейший реверс был, мне понравилось, все, пытался я, конечности, рук, кисти рук, может и не кисти, подбивать, короче, сашкия, он все, не отбитый у него, окорочкайте, да, да, я тебе ударю, чтоб ты меня сильно не бил, ну, смотрите, сколько бы не бил, все равно, рев дебил, тихо, опа, реверс, что-то меня проперло на реверсы, а вот и сашкия проперло на реверсы, давай, беги, ты беги, на, еще один, вот, отлично, теперь у него, желтые руки, как у симпсонов, бич, дробкик неудачно, в самом начале это прокатило, а тут что-то уже все, сама дроб, сашки, что у нас сама, а, ну да, я же ему ставил, практически роковский, мувсет, собственно, не практически, а весь, а вот финишер только менял, ой-ой-ой, держание, ну тут, широка полоса, можно было вполне попасть, отлично, еще разок провожу я, эм, апперкот этот, дробкик прямо в фейс, да рев, ты че, блин, мне мешаешь, я хочу его реально засадить, ну дайте мне хоть раз это провести, так отвлекать это не то, клоузлайн, и, да куда ты полез, а, ну все равно, короче, рев у нас, очень быстро, опять оклемался, и приходится мне проводить сигнатуру, это омега драйвер, отличнейший прием, я опять забыл, ой нет, чуть на экс-матч не нажал, прикиньте, лоу-блоу, а ну это что-то по яйкам, раз лоу-блоу, люблю я такие подлянские себе ставить, так, лоу-блоу, о, начал таунтить не в тему, и, бут, роковский нам панч вписал, рок хотел сказать, вписал Сашке, есть у меня финишер, нужно этим делом воспользоваться, затаунтим, бум, и, опа-це, это не лоу-блоу, это опять спир, делаем пин, но надеюсь не близко канатом, роу-брек, это моя ошибка, я надеюсь эта ошибка мне не будет стоить, поражение, там победы, победы наверное, правильнее будет сказать, кулайн, ой кулзайн, что-то я уже все путаю, короче, это был суплекс, конечно же, сигнатура есть у санечка, я вступую, ой-ой-ой-ой-ой, пауэрбомб, нет, это батиста бомб, скидыш, стул вот этот вот лежит так хорошо, мне бы его взять да посадить, нет, ес, ес, пойду я вниз, нет, отстань, отстань от меня нахрен, подойди пожалуйста к рингу, тебе к телефону, разберу я коментарский стол, пожалуй, у него есть синишер, просто я очкую, я пожалуй, здесь потусуюсь, тыц, 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 камон, санек, ты че, не дотянешься, эй, не дотянешься, ес, нет, фак, почему он меня, я же первый схватил его, он типа среверсировал, да, ах ты блин, подлянская игра, где мой монитор орет, джерри лоулер, ну, блин, поищи где-то здесь, может быть, я вошел в него лицом, да, зря я, наверное, сюда пошел вообще, до шести уже дочитал рэф, но я в любом случае не хочу на ринг идти, потому что это нечестно, так, еще бы рэфа вот так зацепить, он меня бесит, положи стул на меня, я не тебе бил, Санюк, нет, фак, это рок-ботом, походу, это конец, this is the end, Jesus Christ, no, ах, фак, ну, только две попытки дается, чтобы попасть в волоску, это немного несправедливо, потому что должно быть три, как бы на самом деле, учитывая, что пин ведется до трех, ну ладно, я опять просрал, по-моему, в прошлый раз я тоже проиграл на ОВЕшном бренде, и еще так типа отмазался, ну, значит, на ППВ я выиграю, так, кто его знает, короче, ладно, Санек опять победил, не зря у него был титул, за что, за что я, ого, так, пожмем ли мы руку Саньку, пошел ты, говорю ему я, и сваливаю с ринга, но Макси не славится чистым отношением к соперникам, то в тот раз типа, ой-ой-ой, бро, что с тобой, и на по яйкам, вот такой вот он жесткий, ну, а мы переходим, в общем-то, к Мейн-Венту, Рай, рай, что же, я как бухо и выговариваю это слово, Райвлери мач, нас ожидает следующий, последний, второй, по счету, из среди этих, и Никита Бунин, против Александра Девяткина, Уяка-Буяка, первый выходит, никита бунин из команды кстати revolution 69 в которой также стоит вану валдин который сегодня победил победит ли тег тимовский его партнер я имею ввиду партнер вану валдина никита бунин мы сейчас собственно и с вами узнаем либо там у нас кто александр девяткин сможет победить тег тимовского чемпиона почему он беседу тогда а так потому что они чемпион чемпиона у нас артем и герыч артем сегодня тоже у нас победил сегодня тег тимовский вроде все побеждают ладно и илью не будем вспоминать что что вышел уже у нас никита бунин на ринг ну а вторым выходит естественно александр девяткин этот бой у нас уже был но в общем то не зря он у нас с юский короче там какие-то дьяволы у него на заставке а на самом деле александр девяткин у нас является ну да хилл окей я думал он почему-то фэйс вот так вот на труселях у него саня написано ёпта саня так что вот так типа их почему хилл и все-таки дерганые а типа чё чё кому рожды набить а сюда иск ладно поехали будем выбирать кем будем играть 1 2 3 4 5 никита бунин будет под нашим руководством я не буду изменять извиняться что проигрываю потому что когда я извиняю заранее что проигрываю я проигрываю но перед макси конечно извиняться не надо было я думаю он меня и так поймет наверное потому что он в прямом эфире видел как его насилуют ваншич ох ты ж ёпты powerbomb проводит саня девяткин он кстати намного выше чем никита бунин не знаю как вы но я создавал свой рост и вес и телосложение собственно примерно как у меня но я не знаю как это по телосложениям следующая слишком качёвая для меня они же уже там поставленного ну точнее не ниже а чуть больше чем то что стоит там нет он поэтому как-то ну ладно фиг с ним думаю поставлю самое худощавое так скажем ведь являясь жилистым пацаном особо не выбирать туловище ладно по моему обычный бой у нас кстати вот реально вот тот который был между чемпионами он должен был быть он обязан был быть мейн-эвентов ским да блин не дотягивайся до колоши рефери нужно там до восьми дохерачил и сюда во такой мать твою не трогай мои сапоги новенькие блин так но такая неожиданная сальтушечка а что за крестил александра девяткина на сапожищах не ассасин ли ты часом панк написано у него на труселях сзади спереди саня азади панк саня панк а ну ладно хотел очень сказать подобное просим панки типа откуда это взялось саня панк типа си ооо вот это зря зря ты нам показал средние пальчики кто-то уйдет после этого боя с восьми пальцами на руках так начинаем действовать начнем с локтя и поближе будем двигаться к твоим запчастям на твоим кистям все люди в масках злые ванны мистерию сенкара опровергнут наши факты что это ты мне you can see me а это ты скоро you can see me твои пальцы лан шучу что-то у меня прям какие-то ассоциации с пилой пошли хорош мне мутузить мне не нравится твое поведение саня панк у нас еще будут тыкать в канат рожей ой-ой-ой что ты задумал дыш офигеть что-то что-то мне навешивают походу я обратно вернул легенду уровень сложность потому что я чуть не могу выиграть ни один бой кем бы я не играл сегодня прям сливной какой-то день а еще говорил захотел бы выиграл захотел бы выиграл а вот возьму и выиграю щас на эй дышок там был пин нифига я не успел даже среагировать и нажать на него так чем магиом но опять реверс вот блины когда знаете хочется вот на заваленного чувака нажать это у меня это у него сигнатур на заваленного чувака нажать крестик чтобы захватом сделать какой-то прием у меня такое прямо ощущение неуверенности что сейчас он точно с реверсирует и он это делает поэтому наверное прежде чем нажать на крестик нужно его подпнуть как он стал так быстро типа подпинывать его под сранзель и там уже смотрите реверсирует он или не ретирует просто если вы на крестик нажмете то вы окажетесь в плохом так скажем положение а если вы просто ударите ну просто соперник встанет вот но это не всегда мной воспринимается так а хорошо что ты так сделал потому что так проще реверсировать и сейчас я тебе проведу к коду энди гири сначала теперь поднимем тебя таунтом а ууууу кстати смотрите одинаковые таунты а теперь финишер надеюсь он его не стырил это будет 619 по ходу дела так как минимум 619 мы уже провели а сплэш будет ли отличнейший сплэш спином отличненько раз два нет саня конечно же не вырвется камбэк у тебя камбэк у меня а он не дал мне повыть а уууу ого а если я сделаю вот так с реверсирую и теперь смотри как нужно проводить камбэк берешь такой треугольничек что а я понял это типа халк хоган стайл люди ухреначь меня сколько угодно ты жопа нюхаешь цветы на пикбут и человек дроп что на на свои буцифалы мы прыгнули а я думал что всегда по три камбэка нажимается ухо нифига себе в смысле по три кнопочки а нужно ли еще раз проводить дубль два я наверное все немного ругался да простите если если вам это не нравится многие наверное привыкли смотреть мои видосы без палева там включить в колоночках особенно в последнее время чтобы если кто был рядом не спалил так скажем так ладно пин делаем раз два три нет внутри нифига не 3 у нас должен быть что вот смотрите что за фигня вообще сегодня с этими камбэками где моя сигнатура после того как вы проводите успешно сигнатуру у вас всегда должна появляться фу блин после того как вы успешно проводите камбэк у вас всегда должна появляться сигнатура в первый раз главное она у нас перетекла в финишер второй раз тоже сейчас вообще она пропала что-то не то с этой игрой они второй раз она тоже был не финишера второй раз вообще я стоял там и завис как-то сейчас я боюсь что он среверсирует elbow drop нет прямо в лопаточки и еще лопаточки на на обработку сейчас замутим вот такую вот ой-ой-ой а дальше все что ты что-то что он делает ой это какой-то замечательную тут и они ползти можно можно я доползаю до канатов хух какой у нас мейн-эвент у тебя в грудак не впихнул александр девяткин и что это такое с пятки в щечку писал нам александр девяткин что-то мне как-то все пошло не так после камбэка я видимо расстроился что нам не дали сигнатуру я должен был победить потом проведя эту самую сигнатуру с финишером но однако отлично реверс и хурика на рано вот мне нравится хурика на рано с аром драгом как у на хунику ой у мистико было ла мистика так сделаем вот так и вот так и полетели вниз поехали типа как говорил гагарин а здесь мы полетели вниз чё ты смотришь на меня чё ты смотришь на ой ладно дроп кик вот мы уже и внизу оказались блин как же я тащусь от этой аренки спасибо максон что сделал эту арену смысле я не себе максон максон максим юсиф просто вот такой обилие максимов у нас у меня уже финишер ассигнатура то было мнение что я не врубаю вообще что происходит с этой чертовой игрой плана обилие максона в общем компенсируется разнообразием называния этого имени максим просто максим к максим ильян максимус максик максим максон максим бон максон всемогущего по финишер фрок сплэш на эй блин я пин нажал но чё-то он не нажался удержание раз-два-три разбилось когда-то лицо александра девяткина даже не успел заметить но а мы живы здоровы я наконец-таки хотя бы в мэйн-эвенте победил смотрите как ноги болтаться забавно такие антенки или как офигимо что это за приз а за что за что это такое давно мне призов не давали круто ладно такой отмен и мэн смотрим на заставочке опять это рукопожатия привет ну получай ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой санек санек да ты слушай да ты прям как максон нам без тобой в тиму получил лоу-блоу своим колоколам короче получают у нас и никита бунин александр девяткин спокойно уходит но так сколько у нас еще будет два-разового Е-брэнд, поэтому все еще, ну, я имею в виду, перед ППВ, все еще сможет измениться. Я имею в виду, может быть, еще и Никита успеет ударить по яйкам Александр Девятка. Но хотя нет, Александр у нас хил, поэтому ему можно, собственно, как и мне. Я уже не помню, кому я бил. По-моему, Александр Панфилов или нет. Но не помню. Никита Бунин у нас вроде как фейс сейчас. Да, фейс. Поэтому такие дела. Ну что, типичная, точнее, стандартная процедурка. Заходим в новости, даби-даби-топком. Смотрим. Соревнования. Это было... Да, все. Нет, стоп. Почему четвертого? Стоп. Нет, все правильно. Соревнования между Сашкой и Макси в самом разгаре. Ну, не соревнования, терки. Назовем это так. Competition. Так. Вместе с неуважением Александра Девяткин продолжает атаковать Никиту Бунина после матча. Или... Нет. Вив, комплит, дисреспект. То есть, проявляя неуважение, Александр Девяткин продолжает атаковать Никиту Бунина после их матча. Вот, наверное, так. Я не знаю, силен ли я в данном случае в английском, но Вив, комплит, дисреспект. То есть, я так понимаю... Ну, в общем, как я сказал до этого. То есть, проявляя неуважение, то есть... Ну, да. Проявляя неуважение, Александр Девяткин газанул по яйкам Никиту Бунина. Ну, все нормально. Хил хреначит фейса. Все, все ништяка. Ну, а мы с вами смотрим карт на смакдаун. Ох, отлично. Слушайте, я сейчас смотрю и не вижу здесь Брунса Клея. Не вижу Сантино Морелло. Не вижу подобных пацанов. Короче, первый бой. Дрю Макентайров versus Синкара. Секонд бой. Джефф Харди против Хита Слейдера. Отлично. Ну, все пока один-один. Как и третий между Эдгер Ро и Кристианом. Райл Валери Бой Вэгрейд Кали против Антонио Сезаро. И мейн-эвент смакдауна все тот же самый. Марк Хенри против Альберто Дели Рио. Я думаю, это будет последний смакдаун перед Экстрим Рулс. Поэтому там, я думаю, уже какие-то сценки такие более-менее классные будут. Потому что если я правильно помню Ро, там были сценки просто охрененные. Особенно Дина Эмброуз и Кофи Кинстон. Хотя я не помню, что там было на самом деле. Может быть, мы сможем посмотреть на WDB Top.com. Тут вот что-то было. А здесь Джон Синн и Зиглер. Ну, в общем-то, и все. Ладно. Я думаю, на сегодня мне с вами стоит попрощаться. Вот, собственно, календарь. Если кому интересно, вот у нас будет смакдаун. у нас затем Pay-Per-View Extreme Rules будет, я надеюсь, интересно. Постараюсь я снять до своих экзаменов Extreme Rules, чтобы потом с спокойной душой уйти на перерыв примерно... Ну, у меня будет 5-го и 11-го экзамены, поэтому в перерыве между 5-м и 11-м возможно я чего-нибудь... Короче, я не буду загадывать. Постараюсь, в общем, поснимать как можно быстрее. Всем спасибо за просмотрюшку. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok